всем привет и распаковочка дашины посылки это мне наверное моё сейчас отдельно еще посмотрим это непонятно сейчас будем разбираться так александра сынкова это саша заклеенный конвертик это вам саша покажет своих этих самых так непонятно непонятно так санита ой котики это видимо мне да это мне так это просто это подарки так татьяна это значит то не было розовая тут у нас еще ткани это у нас саша ткани и наклеечки немножко помялись подарочек так и это у нас тоже таня а таня заказывала целую кучу штампов это мы сейчас все посмотрим коробочку убираю и будем рассматривать давайте сначала посмотрим танину я тоже смотрел на эти штампы от мемстори ну как-то я штампами так мало пользуюсь что там еще какие-нибудь знаете которые годятся для микс-медиа ну мне как-то есть хватает и в общем я не это самое не заказывала вот такие штампики прикольные надо будет попросить танюшу чтобы она меня чпокала этих самых ну как сказать это штампок чтобы вырезать можно было так то зимние у нас такие смешные штампы такие они зеленого цвета не пахнут такие листики это амелось так понимаю тыковка такие сезонные картинки так еще листики такие листики побольше очень похожи листики на листики от оба studio прям очень похожи розовый и кстати вот такие вот это маки да но я видела то ли пионы то ли вот что-то похожее то ли анимоны но вот в похожем стиле еще у скрабберис видела но не такие же но похожие в таком же примерно этом сам антураже так и это у нас плашечки разного размера вот это целая кучка штампиков это значит для тайны будет я думаю что чип-борд в подарок был потому что у меня лежит у тани лежит видимо на большую закупку типа или что так и еще наклеечки и бумажка и у танюши у нас здесь открывается у нас похоже на на заказ будет станет только я брала по листам это вот новый производитель для нас новый производитель который российский называется dream light studio и я взяла буквально несколько листов чисто попробовать потому что я не была уверена как бы ну на картинку тоже ничего выглядит да как она там в реале будет непонятно блин такие пакеты не вытягивается ничего да что ж такое то так Так, бумага очень плотная. Граммов. Сколько тут указано, сколько граммов? 250. Ну да, так она ощущается примерно 250. Это, знаете, нерыхлая бумажка по ощущениям. Очень мне этот премь понравился. Я, по-моему, такой тоже себе взяла из этой коллекции. С этой стороны, ну, доски-доски, а вот этот вот цветочный очень-очень миленький. Так, вот такие розочки. Похоже, как-то, знаете, что-то среднее между даже затрудняюсь сказать. Минтай Прима. Такое вот как-то, знаете, ну, минтай он поярче всегда такой, да, но вот эти вот, ну, как это сказать, это расположение такое, да, вот это рисунка по краям. Ну, минтай похоже чем-то. Вот, вырезалки. Тут у нас бабочки, цветочки. Немножко вот по-дурацки эти элементы. Вот что делать с этим белым здесь, да? Это, я так понимаю, целиковый элемент вот этот весь, и он по-дурацки. То есть на плутере, конечно, можно было бы вырезать эту дырку и сделать его сквозным, но вот не знаю. Это, конечно, как-то странный такой немножко элемент. Еще мне дико подбешивают, наверное, можно даже сказать, вот эти вот края. Очень любят их российские производители, прямо у многих. Но я что-то не видела, чтобы их вообще кто-то использовал в своих работах, если честно. Так, это другая коллекция. Мне вот такой тоже, этот понравился лист. Я не помню, я взяла или нет эти доски. Но я на него смотрела, смотрела. Мне кажется, что я потом его отменила. Очень такой доски, прям такие, ух. Так, ну, этот Таня, у него целое семиство мужиков. Она делает мужские работы, поэтому у него регулярно заказики такие с мужскими элементами. Так, такой вот. Этот я не взяла, потому что очень сильно похож он на какой-то из листов от Крафт Пеппер из старых коллекций, да, что-то там деревенское с курами. Вот. И я, в общем, не везла. Не нравится мне это все. Зелень, такая зелень, знаете, противного оттенка, которая такая прям бэ. Зеленка, как говорят художники, когда, знаете, зелень рисуют зеленой краской. Да, вот эта зеленка. Фу-фу-фу. Так, тут у нас вот такой лист, чем-то похож на листы от Лемонкрафт. Вот, не знаю, прям такой даже оттенок у них был. Была коллекция такая сиреневая с розами. И вот что-то было такое прям очень похоже. Ну, ну, что-то такие тоже врезалки. Очень одинаковые цветы вот эти все, да, просто повернуты по-разному. Ну, не знаю, могли как-то их по-другому объединить. А тут тоже они все одинаковые, просто немножко цвет изменен, да. Ну, такое себе. Так, и такой вот сладенький, 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 сладенький. И здесь у нас нотки. Нотки. Так, давайте посмотрим наборы теперь. Я знаю, Танюша не будет против, если я открою полырец. Вот. бумажка двухсторонняя, 20 на 20 наборчики, да, по два листа у нас одинаковых. Да. ну, тут врезалки. Тут, кстати, это зелень выглядит поприличнее, откровенно говоря. Давайте вот сравним. Или мне так кажется просто. Ну, нет, немножко есть различия в оттенках. Не сильно, но есть. И когда в меньшем размере оно смотрится более адекватно, не знаю. Мне еще, знаете, что напрягает? Вот эти розы, например, да, я понимаю, что они желтенькие, но они прям в зеленуху в какую-то ушли, да, и, в общем, ну, слишком, я говорю, в общем, зеленка. Меня опять будут обвинять в том, что я все хаю и забрасываю всех тапками. Так, карточки. Вот тоже очень много из зелени. Получается как-то все в зеленую сдвинуто и, в общем, нет, баланс белого нарушен. Вот. Мне это режет глаз, откровенно говоря. То есть, я понимаю, коллекция такая, типа, летняя, там, ла-ла-ла. Ну, блин, вы посмотрите летом, но оно не все желто-зеленое, оно такое разное бывает. Принты, в принципе, неплохие. Ну, очень цвет, как бы, такой, знаете, не вырви глазный, ну, может, даже где-то и вырви глазный. Ну, так, вот так, наверное. И такие досочки. Вот, что бы не сделать, эти доски чуть менее зелеными, да, то есть, не знаю, белого, бежевого добавить. Был бы совсем другой калинкор, но, в общем, тут как-то оно все слишком такое. Нет, ну, работать можно. Кстати, 20 на 20 тоже, смотрю, 250 граммов, такая очень плотная бумажка. хорошая. Вот, ну, так, неплохая, в принципе, коллекция, если бы не этот зеленый цвет, было бы вообще чума. Так, вот эта коллекция мне очень понравилась, и я, ну, учитывая, что бумага, в принципе, не дешевая, а я на очень-очень жесткий скраб диете, в принципе, сейчас, да, вот, и я, в общем, ходила, кругами ходила, и в итоге я, говорю, там несколько листиков заказала, и все. Так, как быть, тут начало вообще непонятно. Так, давайте смотреть, как смотреть. Так, это вот тот листик, который мне нравится, да, с цветочками, с досочками. Вот этот мне тоже понравился, я тоже на него смотрела, да, вот, мне нравится вот это сочетание, ну, просто прикольное такое. Не понимаю, где здесь вверх, где здесь вниз. Так, вот так вот, вот, да, очень, ну, такое классное. С одной стороны, такой фоновый, да, а с другой стороны, прям, хороший, яркий принт. Так, вот тут у нас вот такой листик, да, тоже прикольно. И вообще, вот эта бумажка мне нравится, вот эта коллекция такая, знаете, в моем, в моем вкусе, в принципе. Досочки, ну, досочки, опять-таки, чисто белые. Ну, вот, можно было их как-то разбавить, я не знаю, ну, в общем, немножко, да, хорошо, но какие-то недоработки есть. Ага, а тут у нас косяк, смотрите, ну, если вы делаете, типа, ленту, да, эту, ну, что вы так ее в самый край-то, как ее теперь вот? Здесь вот фестончики, прям, видно, да, красивые, а тут явно пошло что-то в кривкость и сдвинулась печать. Ну, считай, два сантиметра на выбросы. Вот, ну, в общем, короче. Так, и тут у нас еще лист вот с такими вырезалками. Вот это мне нравится. Это прикольная штука. Дверями уже никого не удивишь, никакими, в принципе, уже, учитывая, что целые наборы прям дверей есть. Так, вот, и, в общем, такая, такая коллекция. Супер, я довольна. Так, Таня ткани, получается, не заказывала? Ткани все, все у меня. Так, давайте, то, что у нас Саша, Саша вам будет показывать сама. Санитина я тоже не буду разворачивать, она только аккуратно заклеена. Давайте глянемся сначала мои бумажки, а потом мы будем смотреть мои тканюшки. Я так вообще понимаю, что у меня это, больше заказов у меня у Даши пока нет, и я пока не участвую ни в каких закупках. Да, черт побери. Не снимается, пакет чертов. Ну же. Так, ну вот. Вообще не помню, тут какие-то подарки или это я заказывала просто все сама, если честно, вообще. Я помню, что какие-то вырезалки я брала, да, от самостудию. Так, тут такие снегири. А, я помню, да, я одну, одну часть набора вот этого заказывала с птичками, с разными. Смотрите, значит, у меня снегири. Да, зима кончилась, но это уже на следующую зиму тогда. Вот такие всякие зайцы, побегайцы, лисы, блин, классные какие, ну, это не совы, это филины, наверное. В общем, клевские. Олини, олини я в меньшей степени люблю. Тяжело вырезать эти рога, как бы, как-то странно их, куда их поставить, непонятно вечно. Тут еще как-то странно, вы гляньте, у оленя какие-то ноги обрезанные, здесь не хватает ноги. Саммер студию, что-то вы немножко уважаете с рисунками. Вы, если где-то откуда-то скачиваете, из каких-то фотобанков, ну, вы, блин, посмотрите, что вы делаете. У оленя три ноги, одна идет, но где-то должна быть еще нога, а тут вообще обрезана. Ну, то есть, какая-то лажа у вас произошла с этим делом. Так, тут у нас такие графичные совы, тут какая-то сова, знаете, как обдолбыш. Вот, вороны, ну, такое мне в меньшей степени нравится, но эти мне нравятся очень сильно листики, да, вот эти, в таком цвете обожаю. Вот, плюс вот эта сова классная. Ну, еще, в принципе, вот этих бабочек можно использовать, да, в каких-то таких темных работах. Так, грибочки, грибочков у нас всяких разных хватает у меня. Я вообще, если честно, сколько у меня было осенних каких-то коллекций, я нигде ни одного грибочка не вставила. Вообще, ни в одной работе. Как-то мне они не идут. Так, тут у нас всякие птички. Кстати, птички очень натурально нарисованы, то есть, так как они в жизни, да, всякие яблики. В общем, красиво. Калибри даже есть. В общем, да, можно будет использовать. Прикольно. Так, и такая еще зимняя, тоже, зимний листик. Я в основном, как бы, мне очень хотелось именно из-за, из-за, из-за снегирей, да, я, собственно, поэтому взяла из-за снегирей это все дело. Я думаю, что я эти птички тоже там поиспользую. Хотя, вот этот, например, выглядит вообще как детское творчество. Вот эти рисунки прям реально детское творчество. Ёлки эти я 100% нигде использовать не буду. Такие страшненькие. Вот, вот розочки там, да, или там понсетти, вот это еще туда-сюда, да, ну, как детское, но оно так более красиво. Но ёлки, слушайте, в детском саду дети рисуют лучше. Вот. В общем, да, стремно как-то. Ой, ладно. Ну, это такое не расстройство, но, как бы, я ожидала как-то большего, наверное, немножко. Так, я плюс себе взяла два таких листа просто для того, чтобы использовать какие-то, знаете, отличные от обычных вырезалок. Как-то нужно подставить какой-то билетик или какую-то другую плашечку, рамочку, ну, не знаю, вот что-то такое, да. У меня с этим напряженка большая. И вот, в общем, взяла таких два листа, чтобы было. Вот. Ну, и всякие здесь надписи тоже прикольные, в принципе. Хотя, я последнее время эти надписи, которые вырезать надо, не очень люблю. Я, так, знаете, ударилась в Тимохольца, да, и мне больше ничего не надо, кроме Тимохольца. Вот. Так что, как-то так. Так, ну, вот, и мимо этих двух листов я тоже не смогла пройти никак. Заказала себе, тоже в моем таком вкусе, в общем, нравятся мне эти. И мне нравится, что они такие очень тверденькие, в отличие от вырезалок Summer Studio, которые вот эти, ну, из, как они называются, из этих, ну, из книжечек, да. Там они, конечно, мягенькие, и такие не очень прикольные, а здесь прям, ух, прям даже 250, как по мне, так даже ближе к 300, наверное. Ну, в общем, клево. Такие два листа. И я себе, значит, заказала из этой вот, а, да, 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 вот этот лист я вижу. Досочки эти, да, класс, очень мне нравится. Эта сторона не какущая, а вот эта сторона мне прям, вот это только убрать, вот так вот, да, и вот эти доски прям чумовые. Надо будет их где-нибудь использовать. Так, еще, 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 еще у меня такие врезалки. Так, ну, это то же самое, что Танюша заказывала, там я одинаково с ней, только она по два листа брала, наверное, я по одному. В общем, вот такой листик я взяла, и таких я листиков взяла два, потому что мне очень понравилась и эта сторона, и эта сторона. В общем, буду что-то мудрить из этого. И да, бумажка мне нравится, качество хорошего бумаги. Посмотрим, как она бегуется, потому что не вся плотная бумага хорошо бегуется, и нужно смотреть, чего как, да, поэтому, в общем, посмотрим. Ну, да, интересная, буду следить за коллекциями, может быть, что-то еще и достойное будет. Так, ну, теперь давайте посмотрим тканюшечки. Ой, ой, я, как всегда, заказывала котиков, и то не всех, не все, не все, что, как сказать, было в доступе. Вот, и мне Даша прислала такой, смотрите, котики, котики, наклеечки. Так, и это у нас чипборд. Чипборд, чипборд. Без цифр, только буквы. А, цифры, наверное, на второй половинке. Да, вот на второй половинке. Хотя я привыкла, что он обычно, ну, с двух сторон так показан. В общем, вот еще чипбордик. Так, спасибо за подарочки. Это все мне? Это точно все мне? Это точно все мое? Вообще не помню. Так, гортензии. Я такие все большие куски брала. Ух, вот я разошлась, слушайте. Ну все, ткани теперь я вообще не буду заказывать. Так, вот такие гортензии прикольные, розовые такие нежные, красивые гортензии. Так, такие, не то, не то хлопушки, не то, непонятно что-то такое. В общем, такая нежная, голубенькая тканюшечка. Так, вот эти цветы, я все на них смотрела. Я смотрю, как Саша делает свои блокноты, когда она вот такие огромные, с огромными цветами выставляет внутрь. И это красиво смотрится, на самом деле. И я решила себе тоже такую какую-нибудь заказать, потому что у меня раньше не было такого. Вот, и этот мне очень нравится. Такой клевый. Так, а вот этот, кстати, он там, ну, в этом, как это называется, на картинках, он выглядел совсем по-другому. Так, ну, вот это, слушайте, ткань разочарования. Я не ожидала, что он будет такой кислотный. Вот эти вот, он по-другому совсем выглядел. Я повелась на этих птичек. Да, мне птички очень понравились. Но вот этот оттенок вот этих цветочков, он абсолютно другой. То есть, ну, это не Дашина вина, просто те картинки, которые там предоставляются, да, производителям, или на сайте, откуда она берет их, в общем, не соответствуют действительности. Такие стрёмные, слушайте, вот эти вот цветочки. Ну, не знаю, как-то мне не очень этот отрез. Ещё я взяла корги. Вот я в этот раз, в смысле, не котиков, а собачек, мне потом заказывала. Это ткань с коржиками. Это вообще просто чумовая какая-то. Смотрите, какие коржики. Сладкие вообще. Очень люблю коржиков. Не знаю вообще, что буду я из него делать. Может быть, какие-то блокноты в подарок собачникам. Но вот эти коржики, конечно, склёвские вообще. Что у нас там? Алерт. Алерт. I'm good talk. Ну, в общем, клёв. Вот этот ткань очень клёвское. Так, тут у меня, я так понимаю, что это бастон, но можно его и как бульдога, типа, воспринимать. Вот. Да, больше похож как-то на бастон-терьера, или как она по-роду называется, я, если честно. Да, бастон-терьер. Да, вот даже здесь даже написано бастон-терьер. Вот. Взяла такой небольшой кусочек, коржиков в два раза больше взяла. И, в общем, да, прикольный. Еще я взяла вот такой вот ткань, леопардовый принт. Есть любители у нас, знаете. Вот. Поэтому я взяла просто, чтобы, если какой-то блокнот захочу делать в каком-то таком, знаете, кошачьем, кошачьем, диком стиле, вот, будет туда такой принт прикольный. Так, еще у меня вот такая нежная тканюшечка, беленькая. Она такая не жемчужно-белая, а такая чуть-чуть как не кремовая, как айвори, ну, такой нежный цвет, то есть не прям кипенно-белый. Вот. И очень нежные цветочки. Классно. Так, такая вот черная ткань, вот это реально черная, не синяя, там не серая, а именно черная, со светлыми цветами. Тоже очень эффектно выглядит. Красотища. Вот такая серая, довольно спокойная, с розами. Тоже красивая. Вот. А эту ткань я взяла как компаньона, в принципе, к ней очень хорошо подходит. Вот. Ну и розовый, в принципе, много к чему подходит. Вот так вот здесь, да, очень красиво получится. И я довольна. В общем, да. И да, я взяла котов. Тут у нас ткань, кстати, она очень плотная. Это типа, как знаете, уже не хлопа какой-то, как клен. Так. И я взяла большой, огромный кусок. По-моему, два раза 80 на 50, наверное, здесь у меня. Ну, 160 типа, да, и 50 вот так. С разными породами. Так, у нас здесь есть персы. Ой, такой страшный фолд есть. Есть даже британец. Как это называется? Мраморный. Это какой-то не Домейн-Кун. Это тоже британец, видимо, голубой. Но он какой-то не голубой, наверное, типа шоколадный или лиловый. Вот голубой британец. Тут еще экзоты. Ну да, котиков они, конечно, могли нарисовать более таких, как сказать, чистых. Но с другой стороны, да, прикольная ткань. В принципе, очень даже для кошатников, мне кажется, здорово. Я не знаю, что я буду делать с таким большим куском. Вполне возможно, в комнате, может, сумочку можно изобразить. Даже. юбку зайцу сделаю. Ну, мне, то бишь. Потому что я очень хотела, была ткань какая-то в одной из предыдущих закупок, тоже с котами, совершенно шикарная. И, к сожалению, ее, видимо, просто разобрали мгновенно, и мне не досталось. А я хотела заказать три метра и сшить себе платье. Вот. Потому что у нас ткани с котиками мало. Да, у меня, опять-таки, наверняка вопрос появится, почему я не заказывала в Европе. Понимаете, проблема в том, что надо найти, где заказать в Европе. Потому что та же Польша, например, магазины, в которых я там посмотрела, которые онлайн, например, да, там сама ткань недорогая, но чтобы это было недорого, это нужно заказывать много, да, одного вида ткани. А когда ты заказываешь много, тогда доставка получается не очень дешевая. Ну, когда ты один для себя заказываешь, да. И получается то на то, как бы, и поэтому, ну, не знаю. Плюс, допустим, эти ткани с котиками, я вот где-то видела, например, да, но не все ткани. И, в общем, не везде попадается. Поэтому как-то мне проще участвовать в закупках. Вот это, может, маленький кусочек на пробы взять, да, если он понравился тебе, ну, тогда можно искать где-то побольше. Вот, и поэтому, не знаю, я вообще люблю в закупках участвовать. Мне гораздо больше нравится вот так вот покупать, чем где-то втихаря в каком-нибудь магазине купить, да, и никому не сказать. Вот, я люблю, когда все как-то так кучно, вместе, дружно, вот. Так что, Даша, большое тебе спасибо за то, что ты организовываешь эти закупки, за твое терпение, потому что все-таки те иностранные наши платежи не всегда получается заплатить быстро и мгновенно, да, и мы платим через PayPal, и обычно стараемся как-то подкопить немножко, да, платежи, потому что через PayPal перечислять каждый раз и платить 2 евро просто за перечисление, это дорого, да, и огромное тебе спасибо, что ты соглашаешься как-то это все объединить, да, эти платежи, и посылаешь нам посылки объединенные, и вообще очень терпеливо, и достаточно жизнерадостный человек, вот, и очень рада, что я в свое время как-то на тебя подписалась, и теперь вот еще и закупаюсь у тебя, поэтому надеюсь, что кризис закончится, и я опять буду активно участвовать в закупках, вот, все, девочки, показала вам все свои покупочки, Сашину вы увидите у Саши на канале, оставлю ссылочку на ее канал, и на канал Даши, естественно, и на Дашину группу оставлю в ВКонтакте, в общем, всем хороших покупок, хорошей весны, всем спасибо, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok